Всем, всем, всем и каждому скажу, я, я, я секрет не держу, я, я, я ни шкафу, ни музею, хранить секрет от друзей. Это программа «Дело вкуса». И сегодня мы поговорим о тех местах, которых мы так или иначе касались в своих передачах. И посмотрим вместе с вами, меняется ли что-то в этих местах в лучшую или в худшую сторону. Оставайтесь с нами, и вы узнаете об этом. После нашей передачи «Дом на улице Кравцова, 17», где жила Людмила Гурченко, стали разбирать гораздо быстрее. Но вот к 23 августа, видимо, разобрать все-таки не успеют. Я имею в виду приезд Людмилы Гурченко в город Харьков. Не успеют разобрать и даже не успеют приукрасить, даже если очень постараются налепить какую-то меморальную доску. Ну, в общем-то, ничего не получится. После программы проследовала реакция, и выражена она также в разборе. Это аварийно-опасность стены, на которой написано «Планетарий». Она с момента выхода в эфир передачи сократилась ровно в два раза. Это радует. Вот только остается вопрос, куда привинтить надпись «Планетарий», которая уже несколько десятков лет обозначает на переволке Кравцова это здание. И мы бы очень хотели, конечно, чтобы вывеска наша осталась, но раз стена будет разобрана, чтобы строители перенесли ее на нашу стену. Так как с той стороны будет пусто, со стороны Клочковской, уже хотелось бы, чтобы слово «Планетарий» было на здании «Планетария». К 23 августа все-таки фонтан должен заработать. Фонтан на спуске Халтурина, который не работал, ну, последние лет пять минимум. Вот так выглядит подарок городских властей харьковчанам на 23 августа, что радует безмерно. А с вами по-прежнему дело вкуса. А это тоже фонтан и тоже каскад. Но если тот отреставрировали к 23 августа, то у этого судьба немножечко грустнее. Видимо, ему придется ремонтироваться к Новому году. Кстати, о нем уже говорили, не только мы, но, как видим, ВОЗ и ныне там. Я стою возле самой незаметной мелочи в центре нашего города – речушка. Да простят меня зрители за навязчивость. Может, конечно, к 23 августа ситуация изменится, в чем я сомневаюсь. Но сейчас эту речку можно перейти по поверхности, подобно апостолу Андрею, и не погрузиться даже по щиколотке. Но может, все-таки расчистят к праздничку-то, а? Возле меня сумской рынок, напротив которого лежит свеженький асфальт. А с момента выхода в эфир передачи о дорогах прошло чуть более недели. Асфальт лежит, ну, примерно неделю. Все радуются, водители в особенности. Ну, а вам остается только сделать правильные выводы. А это все та же легендарная улица 1-й конной армии. И, собственно, с момента выхода передачи о дорогах на этой улице ничего не поменялось. Даже лужи не просохли. Хотя нет, все-таки изменения есть. Добавилась вот эта вот замечательная, шикарная мусорка на дороге. Ну, в общем, улица во всей своей красе. И в следующий раз, я думаю, придется президента провести на завод Шевченко именно по этой улице, дабы, собственно, показать, в чем мы живем. Да, все дороги в городе Харькове, наверное, не почти никогда. Но вот автомобилистам подарок все-таки сделан был. Этот подарок очень весомый. Я бы сказал, даже больше, чем залатать какую-то яму на дороге. Просто открыли целый участок дороги, который был закрыт, наверное, лет 5, это минимум. В связи с постройкой метро напротив гостиницы «Мир». Кстати, раньше здесь висели три подряд взаимоисключающих знака. Движение закрыто, въезд запрещен, то есть кирпич, и ограничение скорости. Ну, работникам ГАИ теперь придется прихватывать с собой на этот участок радар, потому как знак 40, ограничение скорости висеть все-таки остался. Но все водители, в общем-то, еще не привыкли к этому факту, и больше 20 здесь не едут. Особенно из-за этого поворота, выглядывая, не стоят ли напротив гостиницы «Мир» работники ГАИ. Но все равно радость переполняет душу, это уж точно. Центр города увешивают флажками, меняют на улицах лампочки. Это подготовка к празднику. Помимо того, что организовали фонтан. Кстати, кроме фонтана, 23 августа детишки увидят в зоопарке новый медвежатник. И даже поговаривают о том, чтобы сделать бесплатный проезд на всем транспорте в городе Харькове 23 августа. Все хорошо, все предвещает праздник. Но, как мы знаем из истории, город Харьков освобождали два раза. Вот если бы отмечать оба эти освобождения, радостей харьковчанам прибавилось бы ровно вдвое. Да, хоть и не везде, но город готовится к празднику. Собственно говоря, что естественно. Остается только подождать, когда закончатся праздники, и посмотреть, продлятся ли перемены к лучшему после праздников. Или это все, как принято называть у нас показухой. Поживем-увидим. А с вами была программа «Дело вкуса». Ля-ля-ля, жу-жу-жу, ля-ля-ля, жу-жу-жу, по секрету всему свету, что случилось, расскажу. О-о-о-о, по секрету всему свету, что случилось, расскажу. Жу-жу-жу. Субтитры создавал DimaTorzok